Экологический урок от тех, кто в теме, почему так важно сохранить природу, ученикам 28-й школы объяснили представители Минэкологии региона, Экофонда, активисты волонтерских движений и управления образованием Люберец. Пластиковый мусор, он везде. И что же с этим сделать? То есть это нужно как-то остановить. Первый урок в новом учебном году – экология. К такому повороту третиклассники были не готовы. Вместо учителя – член волонтерского эко-движения «Чистый лес». Ученикам такой подход понравился. К доске идти не нужно и тема очень интересная. Почему нужно беречь природу, они теперь знают на отлично. Для того, чтобы у нас была окружающая красота. Мы могли купаться в морях, есть свежую рыбу и есть свежие фрукты. А еще купаться. Я бы сказала, что этого не будет. Будет красочная река и мы выйдем все с момента. Для чего нужно раздельно выбрасывать мусор и как сохранить то, что имеем? Ответы на эти вопросы школьники получили на экологическом уроке. Познавательный мультфильм показал ребятам, к чему может привести экологическая катастрофа. Мы на самом деле выбирали школу, которая не относится к школам с экологическим уклоном. С целью именно просвещения, с целью внедрения эко-уроков в образовательную программу школы. Я была бы рада, если бы у нас проводились подобные мероприятия. Мы бы, наверное, более осознанно относились к охране окружающей среды уже именно с детского возраста. Фонд «Экология для всех» подарил ребятам экоконструкторы. Школьники собрали животных из деревянных деталей, что в новинку с современным детям. Нам все нравится. Мы сейчас собираем белочку, заканчиваем. Нам остались только вот эти вот ухи и глаза. Необычные занятия, которые научат детей беречь окружающий мир, организованы по инициативе Министерства экологии региона. В течение учебного года такие уроки пройдут и в других школах Подмосковья. Анна Троян, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.